Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы начинаем рассмотрение первого послания апостола Павла Коринфяна. Коринф апостол Павел написал даже ни одно и ни два послания, как следует из текстов, которые мы располагаем. Его переписка с коринфской общиной была достаточно интенсивной, и уже здесь, в тексте первого послания, мы в 5 главе 9 стих встречаем указание «Я писал вам в послании». То есть до нашего первого послания апостол Павел уже написал в Коринф, и, собственно говоря, некоторые проблемы этого первого послания, они отражены в том тексте, к рассмотрению которого мы с вами сегодня приступаем. Ну и на самом-то деле во втором послании мы с вами тоже встретим указание на предшествующему строгое послание, как сам его называет апостол Павел, и поэтому мы можем утверждать, что писем в Коринф, по крайней мере, было 4, в этом уже совершенно не приходится сомневаться, но до нас с вами из этой довольно обширной переписки дошла только половина. Нам достались только вот те послания к изучению, которые мы с вами переходим. И, конечно, прежде чем говорить о них, мы с вами должны несколько слов сказать, собственно говоря, об обстоятельствах и адресатах этой переписки. И сам Коринф и Коринфская церковь, да, конечно, были очень важными центрами христианской миссии ранней церкви. Коринф впоследствии писал Климент Папа Римский, и Коринфская церковь, она, конечно, довольно примечательна, но надо сказать, что отношения с ней у апостола Павла складывались непростые. Об этом речь впереди при анализе второго послания Коринфинам, ну и первое послание Коринфинам даёт нам некоторое впечатление, понимание того, что не всё было благополучно, и, конечно, многие проблемы вставали перед новой, недавно сформированной, недавно основанной церквью. Сам Коринф был портовым городом, Коринф был, собственно, не совсем портом, да, это город, который растянулся на 6 километров, и, собственно говоря, предоставлялся бы ту узкую часть перешейка между материковой частью Греции и полуостровом Пелопоннес. И, естественно, он был таким перевалочным пунктом, но не только из материка в Пелопоннес и обратно, но и с двух сторон моря, Ионического и Гейского, которые его умывали, и, собственно говоря, известно, что очень часто моряки предпочитали не огибать довольно значительный полуостров, путешествие по которому было связано с довольно серьёзными трудностями, а груз или даже корабли их, эти 6 километров, перевозили, вот, или перекладывали на другой корабль, и дальше продолжалось торговое путешествие. То есть, конечно, это была активная жизнь, вот, но дело не только в этом, со всеми особенностями портовой жизни и перевалочного пункта, но и ещё непростая ситуация для апостола Павла в Коринфе была вызвана тем, что в этом городе находился храм Дафны, Артемиды, богины любви, и жрицы этого храма, они занимались такой священной проституцией, по вечерам спускались в город, и, конечно, поэтому нравственная ситуация этого города, она была достаточно сложной, И сам апостол Павел об этом так вспоминает, что «Ни воры, ни лихаимцы, ни мужеложники, ни дослужители, ни блудники Царствие Божие не наследуют, и такими были некоторые из вас, но омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа». То есть, действительно, апостол Павел в этом городе столкнулся с непростой нравственной ситуацией, и вот увидено, что всё-таки, что его присутствие там, а Каринфскую церковь он основал в втором мистерском путешествии после того, как покидает Афины, об этом мы с вами говорили при рассмотрении первого и второго послания фессалоникийцам, так вот, он приходит в Каринф, и там находится год и шесть месяцев, о чём рассказывает книга деяний, и, как мы видим, проповедь в Каринфе его была достаточно успешна, хотя ещё раз подчеркну, что взаимоотношения с Каринфской церковью складывались порой весьма драматично, но обо всём этом речь впереди, а пока давайте с вами откроем послание и начнём его читать. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, Исосфен, брат Церкви Божией, находящийся в Каринфе, освященного Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Итак, апостол Павел обращается к Церкви Божией, находящейся в Каринфе, всех её членов он называет признанными и освященными святыми, и, конечно, подчёркивает тем самым то призвание Божие, которое руководствовало это обращение их ко Христу, и направило его, и апостол Павел продолжает, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нём вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердило вас так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании ожидания явления Господа нашего Иисуса Христа». Надо сказать, что, конечно, эти видения, они являются не просто неким вступлением. Знаете, как в опере Увертюра, она очень часто отражает или задаёт основные музыкальные темы, которые мы дальше услышим. Также апостол Павел, он в вступлении в шапке послания тоже как бы сообщает о том, о чём он будет писать дальше. И прежде всего он говорит об обогащении Коринфи, но это обогащение, конечно, нематериальное, а оно связано с интеллектуальным, умственным обогащением, с познанием тех горизонтов спасения, и прежде всего, конечно, с познанием Бога, которое раньше было просто недоступно и неведомо. И дальше апостол Павел говорит о духовных дарах, которые в изобилии излитые на Коринфян, которые вызывали некоторые проблемы, о которых речь впереди. И эти дары, как отмечает апостол Павел, они носят эскатологическое измерение, они даны Коринфянам в преддверии возвращения Христа. И тема эскатологии точно также пройдёт красной чертой через всё это довольно обширное послание. И далее апостол выражает надежду на Бога и на Христа, который утвердит вас до конца, чтобы быть вам неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа верен Бог, которому вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. То есть апостол Павел перепоручает Коринфянскую церковь к Богу. Он не сомневается в том, несмотря на все проблемы, к рассмотрению которых мы с вами переходим, что Бог закончит то, что он начал до конца, что все трудности, средостения будут предлены, и к дню Христову церковь Коринфянская пристанет перед Богом непорочно. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы, садины, были в одном духе и в одних мыслях». Итак, в этих начальных стихах послания апостола Павла мы с вами видим тоже то, о чем апостол Павел будет говорить дальше на протяжении всего своего письма. Это тема разделений. Вот как ни странно, в небольшой, наверное, все-таки по численности общине уже сформировались самые разные разделения, к рассмотрению которых мы с вами переходим. Церковь, к сожалению, не была единой, и груз спасения, который лег на их плечи, он на самом-то деле трансформировал все то, о чем будет речь впереди. То есть, не случайно апостол Павел дальше назовет Коринфскую церковь младенцами во Христе. То есть, то, что они получили, то, с чем они столкнулись, оказывается, было им как бы трудно переработать и переварить, принять и осознать до конца. И вот поэтому апостол Павел и вынужден был писать это послание сам, он не мог решить, конечно, очно все эти проблемы, в тот момент он находился в Эфесе, но, как мы видим, заочно через послание он пытался наставить коринфских христиан и, по крайней мере, таким образом предложить свои решения тех проблем, которые стали перед ними, и наставить их, дать им возможность понять его точку зрения, его подход к этим вопросам и к тем ситуациям, которые возникли в коринфской общине. Итак, «Ибо о домашних уловинах сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Первое разделение, с которого апостол Павел начинает свое послание, связано с тем, что Коринфская церковь представляла собой несколько группировок, общин, она поделилась в зависимости от того, кто из проповедников обратил членов коринфской церкви ко Христу. Были те, кого обратил Павел, были те, кто пришел в церковь под влиянием красноречия Аполлоса, который после Павла пришел в коринф, были те, кто называли себя Кифинами. Мы не можем с уверенностью утверждать, что действительно сам апостол Петр посещал коринф, хотя отрицать этого невозможно, но, возможно, это были те, кто окружал Петра, скорее всего, так, считали себя его учениками, и вот они и пришли в коринф и тоже проповедовали там. И, наконец, последним, как это не парадоксально, стоит я Христов. И в этом есть тоже доля какого-то сарказма. Христос, как ни странно, конечно, он не был в коринфе и не мог быть, но в этом списке оказался на последнем месте. Конечно, это было, скорее всего, связано с тем, и об этом говорится дальше в послании, что в коринфе побывали те, кто входил в непосредственное окружение Христа. Это не были, как Кифа, как Петр, они не были апостолами, но они знали Христа, они видели и слышали его, ходили за ним в одни его земного служения, и поэтому точно также считали себя вот таким элитным окружением и претендовали на то, что они действительно выражают волю Христа и несут его благовестие. Но, конечно, это ситуация, когда, в общем-то, личность Христа для коринфян оказалась нивелирована, когда она оказалась на последнем месте, не могла его не волновать, потому что, собственно говоря, восприятие Христа, оно тем самым оказалось размыто и, можно сказать, неверно. Что же говорит апостол Павел на это? Он пишет, «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Богу, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы вы не сказали, что я крестил во имя мое. Крестил я также Стефанов дом, а крестил я еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благорестовать». Итак, вот здесь апостол Павел говорит, может быть, довольно странные слова. Он говорит, «Благодарю Бога за то, что я никого из вас не крестил». Как же так, можем сказать? Вроде бы, казалось бы, апостольская проповедь, она нацелена именно на это, на то, чтобы крестить. Вот как бы ее измерение, вот ее, по крайней мере, если не качественный, то уж точно количественный показатель. И вдруг этот количественный показатель, он оказывается ничтожно мал. Апостол Павел здесь приводит лишь несколько имен. Крисп, Гай, Стефанов дом. И это означает, во-первых, что действительно Павел сам не крестил, скорее всего, это делали его сотрудники, но для нас сейчас не важна, нет техническая подробность, для нас важен подход апостола Павла к своему служению, то, чем он измеряет свой успех, то, что гарантирует результат его проповеди, а это, оказывается, не крещение. И для апостола Павла важно именно слово, о котором он говорит, и он об этом ведет речь дальше, как раз о содержании своей проповеди по сравнению с другими проповедниками, прежде всего, с Аполлосом. Но сейчас для нас очень важно понять то, что действительно целью служения апостола Павла был не сам факт крещения, не просто умножение численности своих последований. Почему он говорит об этом? Потому что он людей приводит не к себе, он и говорит об абсурдности возможности такого заявления, что никто не сказал вам, что в имя Павла вы крестились. То есть люди принадлежат не Павлу, они находятся не в каком-то его окружении, в его группировке, не в общине, которую он создал, они принадлежат Христу. И вот эта принадлежность Христу, она действительно для Коринфской церкви, как мы видим, и дальше оказалась неощутимой. Поэтому он и говорит о том, что, собственно говоря, такой подход подрывает искупительное дело Христа. Разве Павел распялся за вас? То есть спасение, которое мы получили, которое они уже имеют и которым обладают, дано не Павлом. И эти темы, они и дальше будут подниматься. Дальше, решая разные вопросы, апостолы будут возвращаться как к теме распятия, искупительных деяния Христа Спасителя, так и точно так же к смыслу и назначению крещения. Итак, «Во Христос послал меня крестить, не крестить, а благовестовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо идеи требуют чудес, и элины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для элинов безумие. Для самих же призванных иудеев и элинов Христа – Божию силу и Божию премудрость». Эта фраза, она, эти слова определяют мировоззрение, как мы сейчас сказали, менталитет, образ мысли апостола Павла. Он говорит о том, что в центре его проповеди Христос. И само содержание его проповеди тем самым накладывает отпечаток и на то, как он рассказывает о Христе. Конечно, апостол Павел не был выдающимся оратором. Для него было очевидно, что Аполлосу он уступал в красноречии и где-то в чем-то, наверное, проигрывал. Поэтому влияние Аполлоса в Каринскую церковь тоже было довольно существенным и значимым. И дальше апостол Павел как раз и говорит об этом противопоставлении его и Аполлоса. Но он говорит и о том, что на самом-то деле принятие и понимание креста для любой аудитории, какой бы он ни обращался, иудеи или язычники, оно довольно не только сложно и прагматично, но как бы оно перевертывает вообще представление людей о Боге. Потому что он говорит, иудеи требуют чудес, эллины ждут мудрости. Но Бог спасает человека ни тем, ни другим, ни силой, ни всемогуществом, ни явлением своей славы, ни какими-то философическими построениями, ни ошарашивающей человека мудрости или преимуществом слом, он спасает людей с помощью креста, добровольно обрекая себя на страдания. И вместить и понять это действительно очень сложно. Не только, наверное, тогда, но до конца и сейчас. Потому что любой человек не хочет мучиться, никому не привлекательно страдать. А когда всемогущий Бог, Творец мира, добровольно обрекает себя на это, принять это крайне сложно. И поэтому апостол Павел прекрасно осознает всю трудность, стоящей перед ним задачи. Но при этом он говорит, немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. То есть все равно, как бы не рассматривалось то, о чем он говорит, он уверен в том, что содержание его провозвестия, оно опережает и чеческую премудрость. Немощь Божия, которая явила себя на кресте, она все равно сильнее человеков. То есть ей ничто в конечном итоге не может противостоять. Хотя, опять же, мы понимаем, что само служение апостола Павла связано с многочисленными трудностями. Итак, завершает он. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное мир избрал Бог, чтобы посрамить сильных. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Итак, апостол Павел говорит о разительной перемене, которую, может быть, еще не ощущается. Она не столь явлена и не очевидна для мира, но она, несомненно, уже совершилась. А именно, люди, которые поверили во Христа и которые составляли большую часть коринфской общины, они не принадлежали к элите этого общества, они не занимали высокое социальное положение, хотя и такие люди, как мы с вами дальше узнаем, в коринфской церкви, несомненно, были. Но то, что, в первую очередь, простолюдзины восприняли проповедь апостола Павла, а те, как мы помним, кто считали себя разумными, как в Афинах, ее отвергли, еще не означало, что само содержание провозвестия Павла является ущербным. Помним, что я сказал, что все равно премудрость Божия, она мудрее людей, и замысел Божий просто превосходит человеческое опознание, о чем речь впереди. Но самое главное, что те люди, которые раньше, может быть, казались и немудрыми, и ничего не значащими, они признаны Богу к спасению, и это знание, которое они получили, и спасение, которым они обладают, обеспечивает их преимущество над всеми теми, кто хвалится своими какими-то земными достоинствами, которые новообращенные христиане, может быть, еще не умели. Это ставит их в привилегированное положение перед Богом, а не перед людьми. И вот для того, чтобы это было так, говорит апостол Павел, Христос сам стал для нас премудростью, освящением, оправданием. И тем самым назначение пришествия Христа в мир, он восполняет то, чего до этого не имели люди, но восполняет, конечно, не материально, а духовно. И вот тема этого духовного восполнения и принятия, восприятие его будет и предметом дальнейших размышлений апостола Павла уже в следующей второй главе.